Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами снова Артём. И сегодня я решил сделать гайд по израильскому карабину МТАР-21. Ну что же, приступим. МТАР-21 это карабин с компоновкой Булл Пап. Является ультракомпактной версией стандартной винтовки израильской армии ТАР-21. Выпускается концерном Израиль Милитари Индастрис. Название автомата происходит от горы Тавар, фавар в русской транскрипции, на севере Израиля, упоминающейся в Ветхом Завете. А Индекс-21 обозначает нацельность оружия в 21 век. А АР расшифровывается как Ассалт Райфл. Всё просто. Теперь рассмотрим данный карабин в игре. В ВС-4 данный карабин был добавлен с ДЛЦ China Rising. Раствол из ДЛЦ, это значит, что открывается он не обычно, а за выполнение какого-либо задания. На этот раз это задание многосторонний талант. Суть данного задания. Это, разумеется, достигнуть 10 уровня и иметь China Rising. Основные требования. Это за раунд убить из снайперской винтовки одного человека, из штурмовой винтовки ещё одного человека, из ручного пулемёта одного человека и с помощью ручной гранаты одного человека. Задание, в принципе, простое и выполняется достаточно быстро. Хотя с новым патчем уменьшилось количество гранат, которые вы можете носить с собой. Поэтому последний пункт будет занозой в пятой точке. А остальные же пункты элементарны. Рассмотрим тактику игры с данным стволом. Это, естественно, играть агрессивно, держаться как можно ближе к врагу, желательно при том ещё не выдавать своё местопрохождение. А дальше, как заметите вражину, вливать в него весь свой ДПС. Можно даже и хипфайром, хотя разброс у этого ствола нехилый. Далее идём. Рассмотрев характеристики, можно заметить, что мутар превосходно себя чувствует на дистанции до 30 метров. Его дикая скорострельность с 923 минут и урон от 20 до 24 единиц просто не будут оставлять от ничего от ваших врагов. Они просто не будут даже успевать отдуплиться и понять, что же их убило. Но на самом деле это, в принципе, все его плюсы. Дальше рассмотрим его минус. Первый, и самый важный, это отдача. 0.34 вертикальная и 0.42 горизонтальная. Весьма высокий показатель, почти самый высокий в классе. Вторая, это перезарядка, свойственная буллпапу. 2.4 секунды с остатком патронов в магазине и 3.4 секунды пустой перезаряжатель. Это почти самые худшие показатели среди карабинов. Теперь попробуем как-то решить минусы, то бишь рассмотрим сборки нам тарны. Первая сборка, прицел. Однократник, естественно. Если вы, конечно, не фанат БДСМ, чтобы ставить какие-то там четырехкратные киты, то что это просто надо быть извращенцем. Аксессуар, ЛЦУ, чтобы уменьшить разброс. Ствол, компенсатор, чтобы хоть как-то уменьшить эту дичайшую горизонтальную отдачу. Подствольник, это складная или накладная ракоядь, чтобы чутка уменьшить вертикальную отдачу. В итоге у вас получится весьма неплохой ствол для близких, дистанций, который, в принципе, отлично сидит в руках. И убивать с него просто. В принципе, все то же самое во второй сборке. Но вместо ствола мы ставим глушитель, чтобы просто заходить со спины и вырезать все команды. Это отлично проглядывается на локере и метро. Ну а на этом я хочу закончить свой гайд. Надеюсь, вам понравилось. Сейчас я хотел бы поделиться с вами очень важной для меня новостью. На этой неделе проходил Кубок Москвы по конькобежному спорту. И я выполнил норматив кандидата в мастера спорта и занял вторую ступень на пьедестале после дистанции 5 километров. В общем, я вообще, можно сказать так, на седьмом небе отчасти. Все отлично для меня складывается. Буду стараться продолжать тренироваться и совмещать мое, так сказать, хобби по выкладыванию данных гайдов. Надеюсь, что вам оно как раз таки и нравится. Иначе я как дебил просто всякой фигней страдаю. Ну ладно, не суть. Сейчас я с вами прощаюсь, скоро увидимся. У меня каникулы, я отдыхаю, все отлично. Буду делать гайды и веселиться. Вам желаю удачи, убивайте санитара и пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!